Сервис везде, везде все убрано, везде все чисто, везде все вкусно, но и зарплата большая, если ты там работаешь, если ты приехал с какой-то другой страны. Только 2 или 3 тысячи евро как-то. Не-не-не, там такати можно. Ух ты! Даже больше. Хотел бы. И самое главное, что... Твоя квартира за один месяц. Но самое главное, самое главное то, что за это все ты должен расплатиться ничем-то. Ты платишь не своим, ты каким-то вот, знаешь, временем или еще чем-то, ты платишь самым главным. Ты платишь своим мнением и своей душой. Своей душой? Ты ложишь свою душу на алтарь вот этого монстра страшного, который смердит, у которого жопа непонятно где, непонятно где, морда. И этот монстр называется Германия. Этот монстр называется Новая Германия. Новая. Не надо забывать, что Новая Германия. То есть старая по-другому была. Да, которая, во-первых, этот монстр, он очень агрессивный кастом населения, таким как вот люди, которые не поддерживают гомосеков. Вот не нравится тебе, что люди трахаются в жопу, говоришь ты об этом прямо, и тебе говорят, что ты, короче, гомофоб, и давай-ка ты с работы, уйди отсюда. По-хорошему, либо мы тебя... И фиг тебе пять тысяч. Либо мы тебя уволим. Не-не-не, я буду молчать. Я буду молчать. Точно будешь молчать? Да-да-да. Ты обещаешь? Обещаю. Или говорят, что там, допустим, ты говоришь, что у женщин есть какой-то минус. Мужики, я извиняюсь. А мы про Германию. Дайте закурить, пожалуйста. Нет, не курим. Мы же не курим. Мы же про Германию. Не курим. В общем, смысл в том, что... Или говори что-то про женщин, что, допустим, вот ты сидишь, и говоришь что-то про женщин. Тупые бабы? Ну да, что-то типа того. Или там даже твоя же девушка. Что-то она творила, и ты говоришь, какая ты глупая, или там что-то еще. А можно посмотреть ей в морду, ах ты сука, колумбийц это делал. И, короче, она... И с бажей входил. Не, она... Тебя, короче, сразу приедет полис, и тебя, короче, отправят в тюрьму. А я в Гаване видел такую, а я видел в Гаване такую тему, когда Чувиха танцевала с пятнадцатью чуваками, целовалась с ними, а потом пришел ее парень, дал ей поебу, и она танцевала, короче, с бланжем, и давай счастливая совершенно. Чувак, самое главное, что тебя могут посадить, даже не за то, что ты ей даже поебал, тебя могут посадить даже за словесное оскорбление. То есть, если она посчитает, что ты ее словесно оскорбил, унизил как женщину эмансипированную, то ты, короче, можешь сесть даже своей собственной жены, по сути. Подожди, а помнишь ту историю с той девушкой, которая восстановлена с нашей смелостью, кубинкой? Да, да, да. Я теперь понял, почему. Нас тоже могли посадить тогда. Потому что реально, вот посадить, если ты вот говоришь... Если ты открыто, короче, говоришь, ну посадить не посадят, но... Мы наехали на четырех девушек без феминистов. Но будет сложно жить, будут скрепить борта. Сложно, какие-то сложности. И вопрос в том, что я узнал, какая, оказывается, Германия полицейская страна. Дело в том, что Ангела Меркель, она такая, вроде как, милая бабушка тут для всех в Украине. Но когда ты приезжаешь в Германию, ты понимаешь, что интернет там закрытый. Как это закрытый? Ну закрытый. Там половина сайтов, которые доступны в Украине, они недоступны там. Ну в YouTube можно ходить? В YouTube некоторые клипы не просматриваются. Потому что, когда ты начинаешь просматривать определенные клипы, написано, this clip forbidden in this country. То есть этот клип запрещен в этой стране. Вот там есть, допустим, такой, Рамштейна, клип есть такой, Germany называется, Германия. Ну-ну-ну. И они там подняли все самые эти злободневные темы, что типа эмигранты, гомосеки, всякие эти... Узбиявки. И закрыли это... И этот, во-первых, запретили песню и запретили клип на территории Германии. Ну сам Рамштейн может выступать в Германии. Да, но это в том, что типа Рамштейн очень, очень, очень такая... Для них группа очень страшная. То есть они пытаются с Рамштейном бороться. Бороться, да, мягко скажем. Они считают их открыто неонацистами. Хотя неонацистского в них ничего нет. Они считают их, что они типа пропагандируют агрессивность. Агрессию. Но они жестковатые, да. Если отойти от рока, что я типа не рок-музыкант, и отойти от рока, они немножко жестковатые такие. То есть если со стороны посмотреть. Не, но если честно, я бы сказал, что просто Германия, в сущности своей, в сущности своей, она перестала быть той строй страной голубоглазых блондинов, которые там строили какое-то светлое будущее, верили в какие-то там идеалы. Сейчас Германия состоит из быдла, отбросов и людей. Но это приезжие, наверное. Нет, это местные. Это местные, которые деградировали, сделали этого монстра. Монстр агрессивный, монстр беззубый. Монстр нападает, но очень быстро падает. Потому что монстр, то есть если мы возьмем вот там мусульман дохуя наехала, то мусульмане очень активно вливаются в ряды этих идиотов, потому что... Но они же не могут принять их неценности. Хорошо, а я в Польше... Они принимают их неценности не потому, что им интересно принять этих антифашистов. Им эти антифашисты шашли, что трахтели. Им вообще похер на тех антифашистов. Им важно, почему они идут в эти антифашистские центры. Потому что там им могут предложить бесплатное жилье. А-а-а, вот в чем и дело. Но только иммигрантам. Только иммигрантам и только из Сирии откуда вы тут... А и нам предложат? Нет, нет, нам не предложат. А если я по ружу одену какой-нибудь? Да ты белый. А если я скажу, что я вам девушка? Ну если тебя, короче, будут... Если ты зацалолазин будешь, чтобы тебя там трахали в жопу, то, может быть, тебе и предложат что-то. Ну, короче, если ты... Если ты ненормальный человек, то велкам туда. О, так я могу поиграть! Но если ты человек, который хотя бы хоть немножко противно, там вот гомосексуализму вот этот вот, и ты не понимаешь, почему вот так вот нужно прям женщину вознести на пьедестал и ходить с этим пьедесталом везде, где только можно... Нет, ну не надо возносить. Не надо просто говорить о ней, да все. Это так... Не, ну ты, понимаешь, с женщинами ты все равно сталкиваешься. Нет, там просто очень много запретов, касающихся... Там нету свободной прессы, на самом деле. Вся пресса, она проходит цензурирование. А везде нет свободной прессы. Нет, нет, ты не понимаешь, какая там несвободная пресса. Там вот несвободная пресса, знаешь, как в Советском Союзе, времен Холодной войны. То есть, если ты что-то не то написал, то тебя могут еще и посадить. Там полиция, там полиция... Ну, в Украине тоже преследуются. Полиция там, на самом деле, вот все говорят, полиция в Европе охуенная полиция. Полиция там может такое сотворить с человеком, что тебе дубинку в жопу засунуть, короче, а ты на них даже подать в суд не сможешь. Не, ну так это не просто так, что ты добрый человек. А если ты рыпнешься на него, или хотя бы просто он тебе скажет, остановись, а ты будешь в наушниках, и ты не услышишь, то тебя могут посадить... Не, ну вряд ли, за наушники. Нет, нет, я тебе серьезно говорю, если ты их не услышал, то ты можешь сесть за, типа, неподчинение вот этому, типа, приказу полицейского. Там же наушники же многие носят, и вряд ли так, как бы... Ну это я просто знаю, что они делали там с людьми, ну, припугивают, наверное. Они припугивают, они пиздят людей. Стоят двое людей, пьют пиво. Подъезжает полицейская машина, выходит полицейские. Какой танк украинских войск? Ну, не знаю. И начинают их мудохать. В Польше я сталкивался с полицейским.